Здарова, Хапа! Привет, Санёк! Это чё это ты? Это ты вчера сломал, да? Всё-таки сломал. Молосков долго бил? Один раз молотков. Слушай, ну я боюсь, правда. Никогда человек не подготовлен. Надо же иметь состояние души главное. Естественно. И, конечно же, мы говорим с тобой о том, что карате — это искусство, которое постигает в течение всей своей жизни. Слушай, а вот тебе поздно, наверное, уже? Не знаю. Мы спросим. Давай у Яны спросим. Я на лампе у нас. Друзья мои, у нас гости. Здравствуйте. О! А ещё можно руки вот так вот. Приветствую. Приветствую. Здорово. Не, поздно тебе, Санька, поздно. Нет, не поздно. Можно. В карате можно уже в 99 лет прийти. Серьёзно, да? Серьёзно. Просто дозированная нагрузка, и ты работаешь в своём темпе. Вообще, это детский вид спорта. Чем раньше начнёшь, тем лучше. То есть это спортивные достижения. Для души можно в 99 начать. Но чтобы в спорт именно войти, конечно же, чем раньше, тем лучше. И тут приходят и до конца так с вами занимаются? Ну, слушайте, труд и талант, вот это, тут важен, конечно же. Потому что, ну, да, может быть, ну, что я вам рассказываю? Через меня прошло очень много детей, были талантливые дети, были не очень талантливые. Приходили талантливые дети и сгорали, с какими-то препятствиями сталкиваются. Уходили? И уходили. Уходили? Да, конечно, уходят много. Интересно, на каком этапе это? И приходят много, на разных этапах, в разной возрастной категории. Есть свои плюсы и минусы, и переходный возраст. Почему? И становление личности. Да много лень. Ну, вот тут смотрите. Основная причина. А ведь может, я говорю, что важнее, талант или труд? Человек с талантом может действительно, как вы сказали, он не пройти. Ну, не поверить в себя. Не поверить в себя. А человек, который трудолюбивый, он может, да, если... Пахать, пахать и достичь результата. Все навыки, которые нужны в этом виде спорта, они нарабатываются. Такой, какой он есть. И как его воспитали родители, как они его поддержат, это очень важно. Вот Оля расскажет. Оля, расскажи нам, пожалуйста. Ну-ка, Оля. Да, здесь Владислава находится, дочка Оли. Влада, привет. Она у нас очень талантливая спортсмен, но в какой-то момент она решила бросить. Входила? Да. И что, Оль? И как ему об этом ты уговорила ее? Ну, на самом деле, у Влада очень упорно, и уговорить не получилось ни у меня, ни у тренера. Но вот мои личные амбиции и какие-то вот комплексы, да, почему не хочешь быть первым? И каждый день я то так намекну, то так, Влад, а может, вот так, а может, нет, нет. И в итоге прошло 7 месяцев, после того, когда тренер, такой вот резонанс случился, поняли, что все соскучились, и я тут вовремя раз, и говорю, Влад, ну, давай хотя бы пойдем, ну, просто для разминки, для спорта. Терпение? И родителям. Терпение? Особенно терпение. И любви. И любви к искусству. Платят, направляют. Ребята, хо! Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова